всем привет сегодня у нас автомобиль honda civic это мой автомобиль и пришла пора менять масло коробку вариаторе значит до этого я его менял частично то есть 4 литра вливаю вот такие вот канистры вот смотрите HMMF HMMMF HMMMF honda multi matic flight flight, ну ладно не в этом дело дело в том что масло чтобы поменять достаточно автомобилем слить то что в нем есть и через вот этот вот щуп который вот здесь находится между аккумулятором между впускным по трубкам ставить шланг и налить я на своем одном из своих видео на своем плейлисте автомобильных плейлист называется honda на нашем канале юрий юрий лариса иванова показывал как я заливаю масло в коробку поэтому в этом ничего нового нет сегодня я хотел бы поменять масло со снятием поддона коробки сейчас я вниз спущусь вот он поддон коробки у меня уже лампочка готовили на горит перед тем как его снимать я вот через эту пробку буду сливать масло потом откручивать ключом на 10 шестигранник на 10 болтики скорее всего на 6 вокруг вот этой коробки буду откручивать 14 болтов потом буду снимать эту этот поддон и там скорее всего я ни разу еще не снимал просто автоматические коробки я снимал а коробка вариатор у меня коробка вариатор на я ни разу не снимал поддон вот сегодня будет первый раз и как бы это будет пособие для таких же чайников как я то есть которые ни разу не снимали и чем они могут столкнуться поэтому видео будет подробным я не хочу сказать что долгим потому что я не думаю что этот процесс долгий но тем не менее будет достаточно подробно сделаю я вот такую подставку это ну как вам сказать крышка ямы смотровой на нее поставил тазик в который буду сливать масло и сейчас в данный момент мне надо открутить вот эту пробку вот эту пробку пробка здесь 9 9 и 8 ну то есть квадрат на 9,8 миллиметра у меня вот этот квадратик на 9 миллиметров но он входит и я сейчас попробую открутить вернее откручу потому что я пробовал уже сто раз ну откручиваем хочу не нравится смотрите сорвал и пошла от руки это классно не надо до последнего кручить крутить ключом потому что когда до последнего крутишь она раз выскакивает и можно облиться поэтому сейчас просто откручиваем и попробуем слить масло машина постояла примерно часов 8 она простояла может чуть больше то есть масло должно было быть все стекло поддон которое не участвует не попадает гидротрансформатор крутим так потихонечку не спеша сам не вижу но зрителям показываете вот резко не открывая потому что струя сейчас может так побежать что будет выскакивать аж за наш тазик поэтому так придерживаем болтом об все пусть бежит но я думаю с пол часика она должна постоять все чтобы все выдержал в ней должно быть примерно там 3836 литра лучше когда стекет а потом вернее когда нас ты пока она стоит от стекает сейчас пойду наверх и поменяю фильтр масляный в коробку фильтр тонкой очистки в этой модели он находится вне коробки то есть не внутри коробки а вне коробки через него масло идет на фильтрацию в радиатор фильтр а ну да это капать масло фильтр тонкой очистки стоит у меня здесь вот перед выпускным коллектором вот он это я уже здесь сделал переходник и меняю фильтр обыкновенный фильтр под масло масляный фильтр который устанавливают хонду на коробку и на коробку на двигатель почему я так сделал потому что родной фильтр видимо пользуюсь тем что он оригинальный то есть точно такого нигде не найдешь малепутенький родной фильтр сейчас вам покажу вот такой вот фильтр года три четыре назад сейчас 18 год ну это где-то в году шестнадцатом да где-то так в шестнадцатом семнадцатом потом 100 тысяч рублей больше точно такой же масляный фильтр а фильтр который я буду устанавливать это я буду устанавливать видите это фильтр который ставится на двигатель вот он фильтр вот точно такой же фильтр сейчас я тот рядом поставлю видите он даже по объему вот этот фильтр он по объему меньше чем масляный на двигатель поэтому я сделал переходник жалко процесс не снимал изготовление переходника установил его точно в то же место и поэтому я его снимаю видите открутил вот так и вставил а вот этот фильтр на нем вот этот вот на нем стоял хомут сначала было надо было ослабить хомут потом снять вот эти как их правильно назвать патрубки потом короче геморроем было много сейчас просто откручиваю и опять вставляю сейчас подожду когда масло выбежит потому что скорее всего фильтра тоже немножко уровень уменьшится ну и буду откручивать подставив естественно емкость из-под масла видите уже тоненькой струйкой бежит пусть бежит хотя в принципе если я буду снимать поддон это мне роли не сыграет единственное что когда буду снимать она с самого самой коробки будет не за шиворот капать поэтому все таки подожду полчасика меньше получу масло на голову на свою ну что масло постояло масло постекало примерно с полчасика сейчас вот видите прекратила бежать сейчас я убираю вот этот тазик тазик убрал вот видите и закручиваю закручиваю пробочку эту на место чтобы на голову мне не капала масло сейчас буду откручивать эти болты фильтр решил вверху пока не снимать пока не сниму поддон головкой на 10 отворачиваю ключи ключи болты старое масло естественно сливаю в канистру старую наблюдаю особых осадков тут нет более-менее нормально на воронке тоже особых осадков нет ну и сама сама масло примерно примерно вот так вот ну то есть это пол-литра еще должно остаться это три с половиной 37 литра работаю дальше для ускорения процесса отворачивания пользуюсь шуруповертом да я забыл наверно сказать я меняю вариаторе на двигатель д17 а двигатель до 17 а вот таких должно быть 14 болтов я сейчас все отверну кроме одного а последний немножечко перед тем длиннее по кроме двух даже видите тут резьба не сильно большая так как сейчас его откручу чтобы у меня поддон не свалился там сейчас сейчас еще масло там магнитики есть ну и вот наскосок возьму следующий болтик у меня поддон квадратный здесь и здесь я сделаю остальные все откручу а потом когда его отцеплю этот подобран скорее всего приклеился за столько лет машина 2001 года то есть 17 лет скорее всего приклеился поэтому чтобы он не упал меня не облил я я сначала подковырну его а потом подставлю тазик мы сейчас все увидите так все кроме двух откручены что-то не очень-то поддевается смотрю оторвалась немножко рычаг побольше даванул вот она видите вот он ничего не держит больше кроме как на этом болту и на этом так вроде под нее ничего не бежит поэтому аккуратненько отворачиваем задние потом передний болт и выносим коробку наверх вот она видите как обычно все не вылилось такой вид открылся здесь вот на самой коробке направляющих кстати угадал я один болт вот когда вот так это я уже из своего личного опыта у меня две другие коробки разбирал и вариаторы тоже обычно так же вытаскиваешь и еще на тебя льется сверху и поэтому я сразу не убираю вот эту коробку это масляный фильтр грубо очистки вот этот который я показал так маленько стечет и покажу поподробнее чем есть вот она поддон коробки видите тут вот это здесь с этой стороны еще одна вот одна пробка вот вторая пробка я все время сливал вот через эту пробку вот она а тут сбоку еще одна пробка это видимо чтобы при демонтаже поддона выливать полностью масло ну будем знать на будущее а вот это скорее всего вот этого это магниты сейчас выливаем остатки масла вот так вот пусть она стекает вот видите масло выливал слышу что-то брякнулась в тазик а вот там вы видите металлический штифт это направляющая вот кто будет разбирать смотрите можно потерять ее вот она направляющая вставляется она вот сюда вот короче говоря вылетела вот это вот не вылетела сейчас моя задача вот здесь все протереть вот этот скорее всего магнит посмотрим сейчас магнит что из себя представляет тоже его протереть ну и фильтр грубоочистки посмотреть так освещаем сам вариатор вот это двигатель шаговый вот он это я на nissan murano подсмотрел уже как бы у меня есть на канале тоже или вот этот вид двигатель шаговый вот тут еще ну неважно нам главное открутить сейчас вот этот фильтр вот он один грязный он второй и все что ли все что ли еще вот я его буду откручивать еще из него побежит масло так еще на двух болтах всего лишь скромненько как то на nissan три минимум на тойоте по три а тут по две два болта всего лишь ладно посмотрим один сорвал до конца не выкручиваю потому что боюсь что упадет и меня брызгает не хотелось бы в масле быть вот видите весь уже шевелится точно на двух болтах на двух болтах мне его надо будет помыть я же как-то рассказывал в видео про свою honda что трогаюсь и вибрация по кузову многие говорят что из-за грязного фильтра посмотрим впереди длинный болт сзади короткий запоминаем грубо говоря знал что побежит думаю вдруг не побежит так что видите бежит если что подставлять вот хорошо что у меня пол здесь земляной специально ну для таких целей чтобы если вдруг пролива масла утекала так сейчас проберемся чтоб на бушку не копнуло опа не получилось так пробраться вот видите еще тут куча масла ни разу я не разбирал сам уже езжу на этом автомобиле 7 лет восьмой год ни разу я не разбирал но решил что-то вот сегодня разобрать так и вам показать положу его вот сюда пусть он здесь сбегает вот видите вот видите уже когда с фильтра я слил в этот же тазик видите какие-то отложения уже есть то есть грязь в фильтре есть сейчас мы его будем промывать взял я обыкновенный растворитель вот 646 залил в полторашку обрезанную ну и буду мыть сейчас пробовать а и кисточку малярную залил в фильтр вот так побулькаю ну вроде выбегает что-то ну что я могу вам сказать фильтр пластиковый внутри бумага то есть конечно бы его лучше поменять на новый вот название honda PA66-J F33 ну и кавычки такие открываются закрываются не знаю что делать даже если найду у себя в городе наверное до завтра отложу то скорее всего поменяют зачем же мне его разбирать и ставить старый назад ну вот магнитики смотрите вот с одной стороны поддона магнит вот один второй и они так хорошо видите в грязи вот такая видимо стружечка небольшая идет вот второй магнит вот смотрите чистым пальцем не третий это уже все это надо почистить естественно так попробую вытащить магнитики ну все призываю на помощь отвертку отвертку честно говорю ни разу не вытаскивал у тойоты просто магнит а тут видите специальное место для них есть и кошки на улице бодают ой ну вот он вот он вот такой вот магнитик сейчас попробую его обмыть да грязь есть так же как и в фильтре но на магнитах я смотрю еще больше грязи замена масла вот такая со снятием поддона такая грязная процедура вытаскиваем вот еще два магнита специальных прислосок нету поэтому вот эти два магнита они спаренные вот такие видите то есть два вместе точно так же их промываем вот освободил я полностью магнит видите вот таких вот три магнита вот один вот сюда вставляется он в эту обойму здесь же второй и вот третий магнит то есть на подборке поддон коробки свт вариатор honda автомобиль honda civic 2001 года двигатель д17а три магнита идет сейчас я и вот эти освобожу почищу смотрите вот так он вытаскивается так вот оп оп пружинка ну естественно протираем его очищенный магнит собирается сначала пружина на него одевается для подпружинивания чтобы он не выскакивал и потом он вместе с пружиной так он прям прилипает туда вставляется вот так вот все один магнит готов еще два нужно на место поставить магниты чистые теперь мне промыть сам поддон места где магниты стояли одна сторона вторая сторона ну как я тут убираю поддон может конечно кому то интересно но ускорю видео раз уж снял сверху тоже протру поддон видите почистил чистенький вставляем вставляем магниты двойной вот он не выпадает вот он стоит и одинарный с другой стороны так одинарный как-то не очень спешит зайти пожестче стоит конечно этот двойной ну в принципе стоит никуда он нафиг не денется потому что здесь сверху поджиматься будет стоит так ну и все теперь дело за фильтром вот он фильтр промыл я его растворителем 646 промыл просушил всю ночь он лежал сушился вот смотрите очень легко идет посмотрел я в интернете цену я чуть со стула не рухнул то есть вот это вот пластиковая фигня внутри фетровая фильтрующий элемент фетровый вот он фильтр промыл я его растворителем 646 промыл просушил всю ночь всю ночь очень легко идет посмотрел я в интернете цену я чуть со стула не рухнул то есть вот это вот пластиковая фигня внутри фетровая фильтрующий элемент фетровый 2000 и пошло вверх 2100 2200 2500 ну короче кто на что гораст жалко мне таких денег промыл 17 лет этот фильтр стоял не загрязнился не забился до такой степени тем более я его промыл вот здесь вот видите вот грязь даже осела поставлю-ка я его назад ну кому у кого денег много можете купить конечно новый ну а я налью куда истратить две с половиной тысячи или две тысячи сколько он стоит ну все значит поддон промыт магнитики промыты фильтр промыт вставим все на место еще раз покажу вариатор снизу фильтр крепится на два болтика два болтика на шесть и все вот здесь не забудем про резиночку мало ли вдруг у кого упадет вот это вот это вот место с резинкой должно быть да ну стоимость конечно фильтра я я был в шоке этому фильтру цена красная цена ну сто рублей может ну двести ладно ну не две тысячи ребята что-то совсем так здесь у нас длинный болт здесь покороче заворачиваем его так так фильтр на месте ооо забыл я надо было вот здесь вот мне почистить придется наверно открутить фильтр все-таки почистить поддон здесь вот прокладка но она как бы уже старенькая но мне пойдет ну сейчас предвижу кучу критики потому что я буду тоненьким слоем здесь наносить гельметика придвижу кучу критики все скажут надо новую прокладку ребята комплект за три с половиной четыре тысячи я покупать не собираюсь так мажем мажем герметиком обезжирю старую прокладку как говорится и вот таким вот тоненьким притоненьким слоем намазываю намазываю для чего для того чтобы если вдруг где-то ямка или бугорок ну в старой прокладке я имею ввиду чтобы герметик это все нивелиру потому что она все притянется на 14 болтов так то будет крепко держать ну вот смотрите намазал я тоненьким слоем на прокладку здесь вот вот в этих местах убрал все лишнее сейчас нужно дать высохнуть ну сколько ну минут двадцать тридцать вот и можно можно ставить на место но этим временем я пойду почищу почисту почищу примыкание которое на коробке стоит куда будет ставиться эта прокладка вот видите старая прокладка прокладку надо очистить очень очень аккуратно вот видите вот здесь вот уже почистил вот этой сырной здесь еще нет вот очищаю очищаю медленно идет идет надо вычистить иначе можно завернуть а потом где-нибудь будет сочиться масло и опять разбирать придется то есть двойную работу сделать так почистил все устанавливаем на место опять фильтр пока тихо значит установил я на место фильтр теперь ставим сам поддон все болты почищены поддон смазан вот он он лежит будем сейчас его устанавливать на направляющий он встал но теперь нужно наживить хотя бы два болтика все поддон можно сказать на месте осталось прикрутить 14 вернее 2 я уже закрутил 12 болтов ну и не забыть затянуть вот этот болтик который является как сливным для масла этот мы не откручивали все закручиваем все я работаю работаю тут ко мне пришла внучка Настя привет помаши привет а что ты хотела здесь hello 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 here i am дальше что я здесь да видите она попыталась по-английски поприветствовать ну да ну ладно работаем дальше все поддон установлен ну теперь надо немножко подождать пусть подсохнет герметик тоже еще пол часика ну и можно будет заливать масло так забыл сказать болтики я вот эти которые держат поддон затянул примерно на 18-20 ньютон Юрий ты влезаешь? влезаю влезаю подтянуть пробку обязательно не забудьте ну все я думаю как я и показывал фильтр на коробку тонкой очистки масляный фильтр я переделал немножко считаю что это оправдано как его еще открутить есть у меня вот такой ключ вот видите с зазубринами вот с такими я его сделал для откручивания вот таких фильтров вот смотрите ударами молотка проткнул я его не столько проткнул сколько зацепился ну видите вот она вот она вот он тазик не подставил не подставил а собирался сейчас все шприцом шприцом выкачаю отсюда вот остатки масла убрал теперь надо все это дело протереть естественно и ставить новый фильтр вот я место почистил ну сейчас еще маленько почищу вот такой переходничок я сам делал выливал из алюминия болваночку ну естественно сверлил все делал теперь у меня вот такой переходник на фильтр еще раз повторюсь вместо вот такого фильтра как бы родного как они говорят который стоит полторы тысячи от тысячи до полутора и больше я ставлю вот такой за двести шестьдесят рублей W67 дробь 1 вот кому интересно значит задавайте вопросы я постараюсь рассказать как я сделал вот этот переходник вот под этот фильтр так видите поверхность вот этой которая будет прилегать к резинке вот к этой резиночке должна быть абсолютно чистая и резиночку надо немножко смазать так вот так вот смазываем резиночку заполнять я его не буду потому что все равно буду крутить кверх ногами оттуда повутекает заворачиваем от руки заворачиваем естественно насколько есть силы затянул ну по-моему нормально все все нормально ну все фильтра поменены вот это тонкая чистки там в поддоне поменим ну и теперь нам надо заливать масло а масло заливать через вот этот вот щуп вот он щуп от коробки сейчас мы туда ставим шланг будем заливать масло есть у меня вот такой вот заливочный шланг сейчас я в него воткну воронку вот так вот и вставляем его в коробку передач так вот так вот вставили там я не знаю темно наверное сейчас попробую посветить вот видите шланг специально ущупа такое большое отверстие чтоб туда можно было вставлять шланг вставили теперь надо привязать эту воронку так как мне одному заливать все и можно будет заливать масло открываем масло вот так вот вот так вот скрывается так и сейчас будем заливать можно воронку эту привязать я уже говорил а можно воспользоваться помощью я попросил жену она держит наливая обязательно смотрите может быть бежать мимо шланг выскочит будет случайно вот отсюда может мимо бежать продолжаем наливать льем не торопимся потому что бежит не как вода вот как бы замкнутый резервуар выливая где-то три с половиной литра примерно и обязательно надо посмотреть потому что если я перелью масло коробка будет неправильно работать не долью тоже будет неправильно так что вытаскиваем смотрим масло вот он щуп вставляем его туда так вставили до конца вытаскиваем смотрим так не долилось даже до метки у нас же еще разойдется масло значит еще льем вот видите щуп почти по самому верху то есть вот не по верхней риске а вот где-то вот здесь вот где-то миллиметра два ниже я еще заведу машину масло разойдется по фильтру и по другим разным узлам которые из которых вытекло когда я снимал поддон поэтому я думаю придется еще чуть подлить сейчас буду заводить перед тем как заводить я накину клемму минусовую я кстати не сказал в самом начале я клемму снял для безопасности чтобы начать работу потому что бывает автозавод сам по себе раз и завелся так и получается коробка будет работать без масла контакт должен быть четкий иначе может быть искреннее перепад напряжения все пробуем заводить так машину вставим в парковку завелась теперь переключаем на заднюю скорость нейтралка 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 SD и L а это спортивный режим это D движение а это L немножко сцепление чуть-чуть чтобы она не поехала нейтралка парковка ну еще газану все смотрим уровень масла так опускаем втаскиваем опачки а масла вообще и нету разошлось что лить еще надо после того как я завел автомобиль заглушил посмотрите масло как бы стекло и примерно миллиметров пять на щупе теперь видно масло но в любом случае надо его доливать потому что на заведенный получается его там нет на заглушенный только что нет и вот постояло маленько пять миллиметров надо еще примерно сантиметр заливаем дальше так опустился вниз посмотреть на коробку не бежит ли здесь где масло в стыках ну вроде бы не бежит вот с этой стороны капли есть но это скорее всего эти капли с этого туда куда я шланг заталкиваю со шланга сливаются сейчас я их вытру вытру чтобы контролировать все таки с этого набежало или через через прокладку я думаю со щупа это все таки набежало со щупа и фильтр я менял видите вот он тут фильтр рядом вот он вот так вот протереть его тоже вот так ну вот залил я полу уровня ой полу уровня ну да видите полу уровня после того как я завел машину и масло там 5 миллиметров всего было залил я примерно грамм 250 вот полу уровня есть ну теперь надо совершить поездку пробную сейчас куда-нибудь съездим потом еще раз промерю вот такая нелегкая долгая процедура замены масла ну она как бы не то что тяжелая но но тем не менее достаточно такая долгая то есть истратил я на нее в общей сложности часа два с половиной а не так как на сервис пробку открутили масло слили залили все до свидания ну все всем пока еще пробную поездку совершу может быть добавлю в видео ну что проехал я провел тест и вы знаете вот первый раз я в вариаторе столкнулся с таким что ну у меня была коробка автомат уровень масла чуть выше чуть ниже главное чтобы он был между верхним и нижним нижней отметкой а вот на вариаторе как написано что уровень масла должен быть по верхней отметке вот этой вот вот сеточки сейчас я вам покажу эту сеточку затаскиваю так вытащил и вот вот она эта сеточка ну и как бы не сеточка сам сам этот вот видите вот нижний уровень вот это а вот это верхний уровень и вот когда автомобиль остановил после того как он поработал проехался на нем подождал 3-4 минуты масло должно стать по верхнему уровню вот этой щупа мерного щупа будет она стоять до половины машина будет дергаться при трогании я испытал только что на себе поэтому когда меняете масло обязательно заливайте чтобы было ровно по верхней метке ни выше ни ниже будет она будет как-то ее дрожать трясти будет с места трогаться именно по верхней метке ну все всем пока спасибо за внимание видео было долгим но подробным и и я и и Субтитры сделал DimaTorzok